На архивной фотографии губернского города Рязани мы с вами видим Ильинскую церковь, соборную колокольку и место, где мы с вами сейчас располагаемся. Вот для сравнения, как он выглядит сейчас. Ранее на архивной фотографии не было ни одного капитального строения, то есть культурный слой на этой территории можно признать очень хорошо сохранившимся из-за отсутствия строительства. И, к сожалению, сейчас он подлежит благоустройству вместе с его уничтожением. Строительство второй детской площадки началось в конце прошлой недели, 11-12 октября. С этой территории вывезли почти 100 кубометров исторического грунта. По словам археологов, на этой земле можно было сделать множество открытий. Эта территория 16-17 веков входила в состав так называемого «Острога», то есть крепости Переславля Рязанского. Здесь располагались жилые усадьбы. Заселение данной территории, как мы смогли установить по результатам ранее проведенных работ археологических на этой территории, началось еще в древнерусское время. Соответственно, культурный слой именно этой территории насыщен археологическими источниками со времен Средневековья и до Нового времени. Теперь в куче земли можно найти остатки археологических предметов, таких как фрагменты белокаменных кладок и осколки глиняной посуды 17-19 веков. Предположительно, на этом месте раньше стояло либо здание Гаупфуахты, построенное в 1856 году, либо здание, которое построено в 18 веке. Сейчас его занимает один из современных магазинов. Василий Конов уточнил, что это всего лишь теории. Подтвердить или опровергнуть их могли как раз проведенные здесь археологические исследования. Теперь эта информация канула в лету. Исторический грунт перемешан, свален в отвал и частично вывезен в неизвестном направлении. Искать остальные фрагменты не имеет смысла, а такие исследования могли принести свои плоды. Территория самого Кремлевского плато, где стоит архитектурный ансамбль, исследована в течение нескольких десятилетий, даже, наверное, в течение, можно считать, сотни лет. Но не всей площади. А территория, которая прилегает к Кремлевскому плато, где мы сейчас с вами находимся, исследована, конечно, намного хуже, потому что в основном внимание исследователей привлекал самый центр, само историческое ядро. Работы ведутся на протяжении нескольких дней. В настоящий момент провести какие-либо исследования невозможно. Василий Конов сообщил, что эти ремонтные работы проводятся без предварительного согласования. 15 октября на место проведения работ археолог вызвал сотрудников правоохранительных органов. Прибывший отряд Росгвардии совместно с участковым зафиксировал все выявленные нарушения. Стоит также отметить, что рядом со строящейся детской площадкой находится и новая. Построили ее в конце августа, начале сентября. На ней ежедневно играют дети. Прямо при входе в главный исторический памятник города. Кремль – историческое место, архитектурный памятник города. Вот как вы считаете, детская площадка здесь – это правильно или нет? Да, конечно, правильно. Дети должны здесь играть, тоже им отдыхать же надо делать. Чем больше площадок, тем лучше. А почему именно в Кремле? Ну, где в Рязани будешь сходить-то? Приходится в Кремль идти. Я считаю, что здесь она неуместна, потому что здесь дорога, и это очень неприятно. Могли бы я куда-нибудь в тихое место, где детям не надо было бы дышать там выхлопными газами. Ну, а то, что она находится в историческом центре, наверное, лучше было бы в детский парк перенести куда-нибудь. Потому что я знаю, что вот в парке Юнатов, в нашем парке, там в ужасном состоянии площадки, можно было бы там ее поставить. Культурный слой данной территории входит в границы даже не одного, а двух объектов культурного наследия. Достопримечательное место – древний город Переславль-Рязанский и его оборонительные и архитектурные сооружения 17-19 веков – имеют статус федерального значения. То есть на этой земле, историко-культурного назначения, земляные работы должны проводиться исключительно по согласованию с Государственной инспекцией по охране объектов культурного наследия Рязанской области. Право уничтожать культурный слой в процессе проведения земляных работ нет ни у кого. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Продолжение следует...